Судя по всему, эта неделя станет решающей в том противостоянии, которое ведет Украина с Московией. В общем, это было понятно и ожидаемо в плане алгоритма разворачивания событий, поскольку любой оперативный план, однажды запущенный в действие, должен иметь свою кульминационную точку, и Москва подошла к ней, поскольку согнала к нашим границам большую часть своей боеспособной армии, флота и авиации. Больше гнать уже и нечего, хотя, конечно, можно призвать резервистов, развернуть мобилизацию и прочее, но мы говорим о боеспособной части российских вооруженных сил. Все остальное будет иметь смысл только в плане обороны своей территории. Вот тогда может появиться мотивация. Ну а все то, что было, практически все уже стоит на границе, и с ним надо что-то делать. Конечно, в планы могут вмешаться какие-то обстоятельства, которые могут отложить день Д. Но на это должна быть веская причина, понятная всем, кто посвящен в суть оперативного плана. Так, например, первым контрольным временем для вторжения в Советский Союз вермахт имел средину апреля. И, между прочим, если бы начал именно тогда, то, скорее всего, успел бы закончить кампанию еще до наступления холодов, как и было задумано в самом начале. Но пришлось отвлечься на Балканы, и часть ударных соединений подтянулась на исходные рубежи буквально накануне 22 июня. Однако тогда всем было понятно, почему сроки пришлось перенести. Никто не смог заподозрить Гитлера в нерешительности. Вернее, военные сами генерировали отсрочку планов, потому что не смогли закончить сосредоточение сил и средств, обусловленных планом Барбаросса. В данном случае у Путина ситуация более сложная. Ему надо или объявить какую-то победу, достигнутую даже без боя, или отдавать приказ о начале вторжения. Он сам загнал себя в этот угол, и что там в его лысой голове по этому поводу не берутся судить даже профильные специалисты из области психиатрии. Ведь если он водит хороводы с шаманами, сжигает в жертвенном огне орлов и медведей, то там может быть что угодно. Но с другой стороны, при всех имеющихся издержках, мы имеем самую боеспособную и многочисленную армию за все годы независимости. Причем эта армия имеет собственный боевой опыт, и за эти восемь лет прошла такую череду разного рода учений, что их столько не было за все предыдущие годы. Так что если без драки не обойтись, теперь мы лучше всего к ней готовы. Кроме того, наши партнеры уже заявили о том, что готовы увеличить поставки всего необходимого, как только начнутся боевые действия. То есть можно говорить о том, что в отличие от 2014 года, наша логистика дотянется до Европы и США, кроме Германии, конечно. И такого тыла мы тоже никогда не имели. Так что если Путин так и решит повоевать, то сейчас мы к этому готовы, пусть не абсолютно, но в любом случае максимально из возможного. И плюс к тому, мы имеем то, чего у россиян нет и не будет по определению, потому что обороняющий свою землю, всегда мотивирован более мощно и основательно, чем агрессор. И всем нам сейчас не мешает вспомнить то, как с 22 июня 1940 года, дня капитуляции Франции, до 22 июня 1941 года, дня начала войны Германии с Советским Союзом, Британия сражалась с Рейхом, Италией и Японией. От юго-западной Азии до северной Атлантики. Моряки, летчики, пехота, год отбивались со всех сторон и выстояли. А потом подтянулись и союзники, которых в самом начале не было. Вернее, был один, Франция, но он сдулся чуть больше, чем за месяц. А уже потом, когда англичане уперлись, появились другие союзники. Кто бы мог подумать о том, что наблюдения за показаниями флайт-радара смогут что-то говорить о том, что и как сейчас происходит на наших границах со стороны противника. Но такова реальность. Понятно, что слушать я не лоха, себя не уважать. Потому что он и так всегда был перепуган настолько, что ездил как минимум с ротой охраны. А теперь тем более. В общем, это бесполезное дело. Но и то, о чем говорят американские партнеры, тоже надо воспринимать с пониманием того, что они выдают часть информации в таком виде, чтобы этим самым спутать карты Кремля. Понятно, что это идет нам на пользу. Но тем не менее, какие-то общие алгоритмы воздушного движения все же могут дать некую информацию. Например, уже точно можно говорить о том, что в моменты, когда имеется особое беспокойство по поводу действия российских войск, в нашем небе обязательно появляются летательные аппараты-разведчики, и чем их больше, тем больше беспокойства. Другое дело, когда их вообще нет в нашем небе. Это можно понимать так, как нравится, и, наверное, без контекстов тут тоже не обойтись. И вот вчера вечером, и прямо сейчас, можно было наблюдать такую картину. Уже второй раз самолет-разведчик Боинг РСи-135В занимает позицию северо-восточнее Киева и потом совершает пролеты до польской границы и возвращается обратно. Только вечером это был не американский самолет, а разведчик королевских ВВС. Более того, в это самое время работали еще два летательных аппарата. Первый точно такой же самолет, как и второй, только он сделал одиночный проход в небе Польши, вдоль границы с Белоруссией и Литвой. Этот проход был совершен уже на последнем кругу первого самолета, и они оба ушли в сторону Британии с интервалом в 10 минут. И в то же самое время, когда оба британских разведчика уже легли на обратный курс, в небо Украины вошел дрон-разведчик ВВС США с авиабазы Сиганелла в Италии. В этот раз он не дает себя опознать ни по позывному, ни по типу летательного аппарата. Но судя по тому, что его полет проходит на высоте почти 16 километров, это наш старый знакомый, который сейчас выполняет привычную коробочку над южной, восточной и северной части Украины. Все три скриншота были сделаны на протяжении пары минут. Это значит, что наши военные имеют оперативную информацию о том, что делают войска противника, и это крайне важно, особенно для нынешней ситуации, когда собственными средствами разведку можно выполнить только на небольшую глубину территории противника. В общем, таких возможностей у нас никогда не было. И сейчас мы куда более подготовлены к драке, чем это было в 2014-15 годах. Ну и последнее. Нам коротко пишут коллеги, которые так или иначе имеют отношение к нашему передку и говорят о том, что настроение бодрое, подарки для гостей на месте и в таком количестве, что им до сих пор не верится в это. А нас просят не колотиться и главное не болтать о том, что видели о передвижении или дислокации наших войск. Понятно, что враг тоже ведет техническую разведку и поэтому не даем ему никакой информации. К этому нам просто нечего добавить. И еще один, хоть и не короткий, но, надеемся, интересный взгляд на события. Итак, на представленном фото можно наблюдать, как небольшая делегация правительства Польши осматривает уже построенную часть заградительной стены на границе с Белоруссией. Уже один вид подобного сооружения говорит о том, что за стеной находится какая-то длинная редкая масти, от которой уже ничего хорошего ожидать не стоит. А ведь совсем недавно граница была пусть и не открытой, но вполне дружелюбной и поляки с сочувствием относились к белорусам. Теперь все слито в унитаз. Почти полмиллиарда долларов на 200-километровую стену уже отпущены и осваиваются нарастающими темпами. Причем на фото видна только основная конструкция, а на ней будет еще обвес из различных камер, датчиков и других следящих устройств. То есть, кроме физической преграды, стена будет иметь еще и целый ряд высокотехнологичных функций. Как пишет польская пресса, делегация осталась под впечатлением от увиденного и в результате этой экскурсии возникла инициатива о том, что после окончания в июне текущего года строительство стены на белорусской границе начинать строительство такого же сооружения на границе с Калининградской областью РФ. Что-то такое построит и Литва, хоть и не так интенсивно. Возможно, она тоже пожелает отгородиться стеной и от российского анклава, только с другой от Польши стороны. В общем, понятие добрососедства тут обрело тот неизбежный смысл, если тебя угораздило иметь соседом Россию. И еще одна новость, которую год назад никто даже представить себе не мог. Так, несколько дней назад, с домашней авиабазы ВВС США «Хилл» на авиабазу «Шпангдалем» в Германии переброшены самолеты пятого поколения «Локхит Мартин» F-35А, принадлежащие 388-му истребительному крылу. Вместе с ними прибыл личный состав резервных 338-го и 419-го авиакрыла. Для поддержки операций этого авиакрыла из Великобритании на базу «Рамштайн» переброшены самолеты «Стратотанкер» из сотого авиакрыла воздушных заправщиков. Танкеры будут поддерживать операции как указанных выше истребителей, так и тех, что уже перебазированы в Польшу и находятся на авиабазе «Ласк». Пентагон стандартно прокомментировал эти передвижения своих подразделений ВВС необходимостью участия в масштабных учениях, которые пройдут у границы Беларуси и Украины. Кроме того, они будут готовы принять участие в мероприятиях, которые связаны с обострением ситуации в регионе. Великобритания удваивает количество персонала в Эстонии и направляет туда дополнительное оборудование, в том числе танки и бронетехнику. Военных и технику начнут перемещать в Эстонию сегодня, говорится в пресс-релизе, распространенном британским оборонным ведомством. Если кому-то очень хотелось растопырить пальцы, то это можно делать в четыре руки. Теперь уже не восьмой и не четырнадцатый год. Ситуация разворачивается совершенно по-другому. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok